7 градусов. Хороший, что мы с осталью ходили. А если он малыш, а что он делал? Вот погибал больно. Нареканий и жалоб у кентауцев предостаточно. Авария на ТЭС стала для них настоящей катастрофой. Пенсионеры и домохозяйки с детьми стали заложниками в своих холодных квартирах. Каждая семья отапливалась как могла. Кто буржуйками, кто электроприборами. А вот Марии Мамузовой не повезло вдвойне. Её жилище пострадало не меньше, чем энергостанция. Холодно, холодно было. Вот сегодня, вчера, наверное, сразу дали, сказали, потихоньку будем давать. Вот. Сразу дали. Сразу дали, конечно. Как вы понимаете, как вы думаете. Сразу дали, конечно. Под давлением дали горячую воду. Если понемножку бы дали, то точно того не получился же. В случившемся кентауцы обвиняют местные власти. Эмоции при этом бьют через край. Как вы убыли? Сразу снятие. Да. Государственные кузнецовы обвиняют. Не надо. Жалить не надо. Дурак. Недовольство жителей кентау разделяет и Акимы области. Аскар Марзахметов откровенно заявил, что в ЧП есть вина и местного Акимата. И поспешил добавить. Виновные понесли наказание. Остранение от занимаемой должности директор ТЭЦ, начальник отдела ЖКХ города Кентау и заместитель Акимы, который курирует вопросы энергообеспечения города. Акимы города объявлены строгие выговоры. На сегодняшний день, по словам главы области, ситуация с теплоснабжением в Кентау стабильная. ТЭЦ работает без сбоев. Запасов топлива предостаточно. Специально созданная комиссия продолжает расследование причин аварии на энергостанции.